привет всем меня зовут дмитрий мы с вами сегодня играем workshop симулятор это симулятор мастерской в котором мы будем с тобой что-либо реставрировать видосик будет коротеньким типа минут 25 просто посмотрим что это такое к чему и почему очень требовательная видимая игра потому что ужасно загружает видеокарту видимость здесь какой-то движок что кривое еще что-то черт его не знает но грузит ужасно все даже на каких-то там на прессите на среднем то есть прям вот вообще грузит и грузит настройки графики здесь убогие потому что нихрена не сохраняется нихрена не применяется разрешение ставится 1200 короче вот который на 720 1280 короче какое-то такое ставишь другое разрешение он не сохраняет хотя по факту на полный экран то есть он нормальное разрешение должен был поставить его поставил его скорее всего просто настройках не отображается то есть там меняешь настройки там вообще ничего не меняется хотя должно мылиться вот и нам показывает сейчас очень все красиво все очень здорово все очень цветасто все очень разнообразно показывают наверное нашу мастерскую со стороны как она выглядит и место нашего где мы с тобой будем работать титры идут наверняка в титры эти будут с музыкой которая очень очень плохая под авторскими правами и соответственно ничего хорошего из этого не выйдет давай мы с тобой как-то сделаем вот вот так вот вот можно сделать вот 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 так вот сделаю и чтобы можно было потом вырезать вырезать значок жжание самолета будь начеку ас жжание самолетов выше поднимись выше давай все разъебенил к чертовой матери свой самолет теперь нам видимо первым заданием придется починить этот самолет который был каким-то наверное очень нехорошим каким-то хорошим не знаю подарком возможно чем-то дедушка дедушка все почини дедушка всю жизнь прожил и знает как все что делать дед там вон мастерит хотя вертикали сохранить хочу заметить включена все равно корежит во все стороны экран я не знаю возможно не сохранить чем дело малыш смотри у ёптой мать сломался да я просто игра на улице да и баллов в стену не волнуйся мигом починить у нас для этого все есть но папа сказал здесь ничего не трогать он прав осторожность не помешает инструменты не игрушки но думаю ничего страшного если попробуешь его починить а я тебя научу а можно конечно можно уже большой я знаю что у тебя получится получится получился разъебать самолет получится его и починить конечно же не сможем работать на целом самолетами сначала нужно его разобрать а как приблизить отдать ворочать сброс вращения положить деталь так на тэшку надо нажать нет возьмите гвоздодер и хватит захватить за шляпку и рак отсветить детальки может какой сильный парень да я вообще дед сам весь в тебя каждый день просыпаюсь удивляюсь какой сильный отлично это все гвозди подожди почему он у меня собранный уже разлетелся во все стороны молодец блин отрывает крылья от самолетов голыми руками но мы еще не закончили нужно разделить гораздо больше деталей давай займемся колесами давай но дед мне очень интересно какого лешего вообще у меня как его называют а можно единичку двойку тройку четверку выбирать не не интересно какого лешего я пришел со сломанным развалившимся самолетом а по итогу сам его разбираю ну что такое да что ты будешь делать то поверни его так ну повернись вот молодец хорошо молодец деда и вот эта ось которая их соединяет теперь немножко сложнее раньше мы не могли бы сюда забрать добраться потому что колеса мешали можно соединить их вместе вытащить и мы ее тоже снимем а вот эту херню что ли надо снять да 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 крепление для шасси окей вот так пора снять нижнее крыло просто вытащи вот эти гвозди сейчас мы вытащим все эти гвозди блин я вошел во вкус да дед ты не поверишь как я вошел во вкус у меня все так четко получается что наверное вам может показаться будто бы я занимаюсь всю жизнь свою вот этим вот но нет 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 не надо я занимаюсь этим пять минут просто вытащи их раз два ну вы три четыре и крыло когда ты играл слетел пропеллер он уже на поддоне это хорошее начало но теперь нам надо снять еще и двигатель а тут есть двигатель у тебя здорово получается давай хвост еще отсоединим чё жучу красава ну а тут с другой стороны еще вообще красота нужно и хорошенько прополоскать сейчас прополощем весь грязными деталями ничего не получится верно давай переставим поддоны на стол видишь как все просто когда детали аккуратно разложены нам повезло это грязь смоется обычной водой ok let's start with this little part and clean it up тоже классно-то как а почему губка огромная а моется только там где показываю торцы еще надо отмывать серьезно здесь уже мыл он каждый раз и чище и чище а тут и даже нажимать не нужен то есть нужно просто тереть я уже до блец когда тер какой молодец так положить деталь прогресс предмета 1 так какой молодец воды жалеть не будем да я тоже так думаю давай с тобой не будем жалеть воду тяжело мыть их потому что они какие-то такие прям сраненькие что ли так положи надо надо переворачивать короче я понял что надо с ними делать дожди-ка во во хорошо какая красота слушай мы с тобой вообще прирожденные как называют реставраторы не мне надо вот так хорошо нельзя было все в тазике просто замочить потом вытереть все вот это вот геморрой весь зачем губкой каждую детальку оттирать вот это мне не ясно можно какой-то наверное потом будет улучшение купить чтобы просто из поливать и не париться но раз какая-то ерунда получается я мучаюсь вытираю каждую детальку губочкой хотя бог бы просто напросто взять да и все и сполоснуть этим под давлением мойкой да и готово дело зачем вот эти лишние 9 тел движения ты же сам понимаешь но в конце концов к кому объясняет умный человек ты подожди хорошо прикол даст на самом деле расслабляющее занятие такое отлично детали чистые но ты это видишь краска кое-где облупилась везде то бишь да но для нас это не проблема правда правда идем к другому столу вода частично смыла краску шлифок серьезно это у нас с тобой видос выйдет как раз видос как раз выйдет на один самолет на этот но такими темпами кстати подожди а так не сразу на поддоне нельзя по этого отполировать какое долгое занятие это очень просто я бы не сказал если мы не снимем всю старую краску новая краска не ляжет гладко да это я знаю я ж не дурак дед я шумный как ты прям ну зачем ты мне объясняешь такие глупые вещи просто основу основы мне рассказываешь мне это не нужно иметь это лучше расскажи как это все быстрее делать какую не знаю блин работника нанять может чё я все руками сам творю ну все спасибо бой вот это вот самое долгое блин ты представишь вот это вот топ-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп легла новая это тут просто деревяшка скорее всего такая знаешь ожившая повидавшая то есть она уже старенькая старенькая с раненькой стала ее нужно просто отполировать и отполировать а зачистить чтобы она была свеженькая чтобы она впитала краску чтобы она не просто сверху краска не легла а прям вот чтобы она прям впиталась и чтобы надо лучше держалась так а вот здесь прямо на синенькой прям хорошая но самая сложная деталь у самолета потому что жена такая за и изъебистая выгнутая вся в разные стороны распущенная одним словом сложная деталь вот и все отлично замечательно горит нам нет будет извините отлично потрудился не следа старой краски теперь давай сделаем этому красавцу но мы новый мундир скорее окей настал твое время блин самолет должен быть синишь нет не синий желтый синий красный нет не синий вообще синий он был уже давай и рыжий блин розово-салатовый такой знаешь вот это вот ерундовина должна быть света такого цвета такого запоминающегося чтобы чтобы красного я тоже так думаю а чё на 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 вас того крутится как долго она красится ну же ты представляешь дед как она долго краситься можно было просто в банку с краской макнуть точно все мне кажется как будто бы где-то я чё-то не домазал хотя она уже пиликнул и как будто бы все ну не и раз все значит все кладем крылья должны быть голубые ладно вот такие вот такого цвета я весь разноцветный сделал я не знаю мне просто хочется такой яркий сам хотя нет знаешь совсем разноцветный делать его не к чему просто потому что он сам докрашивает и гляди надо просто провести по всему так вот здесь вот это вот ерунду мы тоже нет мы синие и делаем можно короче не особо качественно разукрашивать просто он сам покраситься побишь вот это вот это тоже вот это тоже синяя единственное что красный у нас того что будет это крылья крылья да 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 пусть будут крылья вот так вот так вот у нас сейчас будет выглядеть крылья хотя по факту они тоже не должны были быть такими красными потому что но они и так сливаются вместе с корпусом самолета нравится мне вот это автодокрашивание чтобы очень сильно помогает давай сделаем теперь вот эти вот колесики колесики будут черными колесики должны быть черными потому что ну это же колесики они по земле ездят все таки с будут белые они запачкаются вот это вот соединение тоже должно быть черное о так вот эти штуковины они должны быть блин не одно крыло красное другой синее ёптовой мать а перекрашивать ты гляди какая красота вот так вот быстро перекрашивается круто только нужно вот здесь вот как раз все промазывать очень тщательно потому что здесь видишь какой цвет остается никакой цвет а вот предыдущий цвет он остается и приходится его замазывать очень хорошо а крылья синие вот это перегородки должны быть красные как раз таки да что ты будешь крутиться ну хорош о хорошо красота сушках мне нравится это игра прям не могу так это что у нас такое это у нас с тобой крепление это тоже должно быть черным во это ерундовина должна быть синяя точно такая же синяя а пропеллер должен быть красным это получается двигатель давай тоже сидим покажу заглушка получается перед ротором между ротором и пропеллером пропеллер будет красным соответственно потому что другим цветом он не должен быть этот цвет агрессии опасности мы с тобой знаешь вообще-то самолете ты украсим военные почти каким он будет когда он закончим чуваком надо покрасить он недолго проживет если мы так сделали двоечка начнем с корпуса погоди ка чё это такое ага ага и что так с бачков нужно забить по-моему я только что а не погоди я хотел сказать что я забил гвоздь после того точнее перед тем как поставил деталь куда сейчас забиваешь ты дурачок что ли он куда-то гвоздь сейчас заколотил я даже не понял куда мне надо вот сюда вот забивать а он не хочет туда забивать представляешь он короче забивает так как 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 ему нужно здесь есть определенные определенный так скажем алгоритм и он иначе не забьет если тут на дурака ничего не сделаешь а хотя смотри-ка вот сейчас сделал они не сделать показалось что ты будешь делать ну вот поставь поверни мне самолет пожалуйста вот спасибо но с ним в целом расцветка такая знаешь хорошие мне очень даже устраивает такая расцветка она такая яркая красивая и очень даже к цвинг сквнув тему так скажем блин классный самолете и все сделал сам вот так я его это самое заскриню знаешь отец меня иногда брал в аэропорт мне нравилось смотреть как самолеты выруливают на взлетную полосу а потом взрывают вверх высоко в небо блин он чё куда принес так к отцу что или к деду какая-то очень грустная история блин и спустя столько лет мы открываем свою мастерскую на когда-да-да-да-да-да 20 лет спустя мы открывается в мастерскую коту который будем чинить и реставрировать всякую вот ерунду короче мы наверно наверное сейчас с тобой закончим потому что но типа времени прошло 20 минут записи то есть это уже достаточно как по мне много и я планировал примерно в 20 минут выйти если вам понравится эта игрушка то мы с вами будем проходить дальше и и ой-ой-ой что-то подвисает дальше будем блять блять ты видал не а у тебя не видно на запись ты осмарет на предпросмотр это все хорошо у меня тут такие полости летают только в путь как будто на старом телевизоре блять так вот и дальше мы будем проходить из чего есть вам понравится использовать компьютер почта а знаешь что на компьютер приходит письма от бабушки и заказы от различных клиентов а еще здесь есть календарь который позволяет перейти к следующему рабочему до него закрыть почта мебель сосновский привет из санатория здорово дорогой внучок спасибо что согласился что согласился присмотреть за домом пока я в отъезде не правда больше некого просить уж извини я знаю что у тебя сейчас своих дел хватает бери из холодильника все что хочешь можешь посмотреть мой почтовый ящик у ворот кажется ему скоро придет конец так как заржавел что почти не открывается очень не хочется его выбрасывать ведь он так давно с нами целую бабушка мобиль принять мы с вами на этом заканчиваем потому что потому что 20 минут прошло спасибо большое за просмотр обязательно пишите в комментариях хотите ли вы видите продолжение ставьте лайки подписывайтесь на канал и до скорых встреч всем пока